Сегодня у нас 15 августа, братья работают, шкурят березки тут, жерби наши. Столбушки тоже березовые шкурит, куда-нибудь сгодятся потом в помещении. Молодя пришел, вот вчера мы начали от буков загораживать вот это пространство, относится к творечнику, но тут еще нет, зеленая зеленая трава, вот здесь вот нерог от космодрома. И вот добыли мы жерди, столбушки были, думал 33, а там еще два поставили, 35 столбушков просверлило нам это, ну механический такой бур дал Игорь Барабаш. И вот посмотри, сколько загородили, вот этот промежуток и этот, этот даже нисколько не меньше справа в кусты уходит. И там немножко спилили, пила забарахлила. Это у нас получилось, ну как раз вот после обеда, вчера в начале-то, после обеда. Это вот за один день столько сделано. И вот ошкурено, и там еще сколько отдельно длинные, ну толстые концы обрезаны, их тоже надо шкурить. В городе нет работы, никакой. Почему Лев Толстой говорил, хочешь развратиться, а кто же хочет? Нет, ну ты в обратном порядке, поезжай в город. Отсюда вывод, поезжай в город, развратишься. Почему? Безделье научат всему худому. Кто? Владимир Мономах. Безделье. Ну и Библия нам об этом говорит. Видел я забор пошатнулся. Участь ленивого какая. А как, отучили труда? Патриарх Алексей Сарой говорил, отучили молиться, отучили трудиться. Только глядят, где бы не делать ничего и новый кабинет построить. А там Дума проведет, новые счетчики поставит. Лоббирует интересы людей, которых заботы нет, что людям плохо живется. А вот в деревню никто не хочет ехать. Ну почти никто. 21 тысяча погибших сел. Земля пустует. Ее занимают люди другой национальности. Из других государств. Государств? Из других регионов мира. Я интересно выступал. Я не расположен на партии, это коммунистов. А знаешь, что это партия чудоедов. Ну вот выступает в законодательном собрании Барнаула Нина Данилова. Интересно, я когда Нина Данилова сказал, а мне в кормае поговорили. Так это у нас Нина Данилова. В законодательном собрании нет. Посмотрел, правда, деревни, но возраст разный. Она от КПРФ. И та от КПРФ. И она говорит, вот села нету. Это не просто из списков вычеркнули. Не просто люди разъехались. Это потеря территории страны. Она умно сказала. Школы маленькие прикрывают. Люди разъезжаются. Еще селы новые и новые закрываются. Еще тысячи сел будут разрушены. Пишут, говорят, почтовое отделение. Там все. Все абсолютно целое. Еще окна не успели расколотить. Никого нету. Все выехали. Как перед нашествием врага. И при том, если уезжают, все уничтожается. Вот как здесь разъезд. Все целое было. Здание, вокзал. Все бульдозером раскорежили. Смотришь, это подземные бункера какие тут были. Что там строили, непонятно. Такой толщины стены. Все под землею. Все разрушили. Как будто бы огромным взрывом было. Коллапс страны. И это сегодня, сейчас. В данный момент. Вот сейчас я говорю. И только мы сейчас это все на разъезде видели. Разъезд под Степный. Мамонтовского района. Ну, тогда он Ребрихинский район считался. Разъезд. От станции, между станцией Ребрихой и станцией Корчино. Недавно батюшка звонил. Сказал, в три часа приезжает какой-то депутат к нам в деревню. В три часа? Да. Ну, мы должны там быть. И не смотря на что все записать. Депутат, это хорошо. Если он прокладывает дорогу к счастью людей. И вот мы работаем. Никого не обижаем. Все свое. А, сказать, вот эта трава, которая... Ну, Игорь Барабаш скосил. Теперь еще сено, кто скосил, пропадает. Еще покос можно сделать. А там новая трава называется Оттава. Оттава. Столица Канады Оттава 2Т. Страна Кленового Куста. И они привезли сюда кленовый сироп какой-то. Я даже в рот не взял. Почему? У нас березовый сок. А это обязательно какие-то консерванты добавлены. Красители. Там химии полно. Притом обязательно. Без этого пропадет этот товар. И вот сейчас мы работаем. Вот. Загородили. Скотина идет мимо. Для скотины загородили. Мы же не продаем это ничего. А березки какие-то. Они близко друг к другу. И сушняком все усыпано. Сушняк. Это смотришь друг от друга близко. Слепились где-то. Ну что-то берешь. Притом мы распахали там где есть. И березы насеяли. Это наш посев фактически. Его не было до нашего приезда сюда. Все вырубалось. Мы его фактически посеяли. Поэтому никакого нарушения нигде нет. Ничего. Но если Господь благословит. Мы пойдем. Умных речей послушаем. Вот так. Слава Богу. Никита сшивает сучки. И вон маленько. У каждой делает ощущение. Шкурку снимает. В самом начале это очень хорошо. Ну а мы уже тут до конца доводим. Под ключ как говорят. Много ушло на фруды. Загораживали. Береза. Береза материал тугой. Твердой называют. Твердым породом. Но только в сухом месте. В сухом месте она быстро пропадает. Субочки. Я ребятишек спросил. Береза из березы еще бывает. Они не знают. Я говорю веники в бане. Посмотрите сколько у нас веников. Березовый сок. Разные черешки. Топорище. Это все из него делается. Из коры делали бумагу. Бумага. Как вот писать бумага. Так. Берестяные свитки достались. Из березы делают разные туиски для хранения. Там от мышей. Дальше. Березу переваривают. Получается деготь. Целебное. Какое свойство его. Это от заразы. Когда всякое помашем. Деготь. Сапоги помазать. Для непромокаемости. Особый запах. Почему-то его не любят. Гуси. Когда парят. Они могут яйца бросить. Отец никогда сапоги не разрешал мазать. А мне шили как-то сапоги. И вот здесь вот ушки пришитые. Ушки. Чтобы натягивать. Так красиво. Ну прямо из кожи. Кожу выделывали и шили. Кожи то не было. Ну и меня в Барнаул повезли. А это я еще совсем маленький был. Я помню залез на вторую полку. И сапоги снял и под голову положил. И слышу разговаривать. Так дегтем пахнет. Ну надо. Ну кто это. Ух. Дышать нечем. А я лежу под головой они у меня. Мне так радостно. А им дышать нечем. Деревенский житель он по-другому все расценивает. Вот сейчас. Электричества сейчас нету. Вот давайте вообразим. Электричества нету. Ну да. Интернет я не выйду. Это правильно. Зарядку телефонов не сделаю. Ну и все на этом кончилось. Топливо есть. Печка есть. Вода. Вот она рядом. Вон колодец у нас. Туалет. Туалет. Вот он. Типа сортир. Пожалуйста. А в городе то. 12-15 этажей там никакими заглушками не удержать. Там все поплывет в дерьме. И ничего нету. А здесь еще что нету. Я вот зелень делаю. Тут и пучка вот растет. Вот пучки. Вари их. Тут разные двудомные крапивы. У нас только здесь. Хрен накопал. Это дикое. Не считая своей. Картошка рядом. Никуда не ехать. А это выкопают далеко. Помидоры. Огурцы. Дыни. Арбузы. Виноград. Это все у нас растет здесь. Это Алтай. Раньше погода была другая. Дожди какие. Молоко и мед. Пчелы. Скотины сколько. Только живи Бога благодари. Своя пшеница. Мельницу маленькую заведи. Она продается где-то. Пожалуйста. У Игоря гороху там. Я не знаю сколько там. Десятков тонн. Тон. Тон на тысячи килограмм. Возьми у нас. В деревне у нас живет этот знакомый. Женя Долгов. У него 7600 гектар. Это большой колхоз. И тысячи две гектар. Он только ячмень. Для пивзавода. Пшеница. Подсолнечник. Кукуруза. Еще у него там разные какие-то сорта. Рожь. Пшеница нескольких вроде сортов. А в городе ничего нет. Куда ты пойдешь? Ничего нету. И вот тут когда приехал корреспондент. О нем там что-то снимали. Съемка какая-то была. Фильма там или репортажи. И главное сбыть. А как сбываете? Это надо автотранспорт иметь. Речь-то идет тысячи тонн. Он целый состав. Состав. Не просто так, а состав. Только с его поля можно собрать. А он говорит, у меня два самосвала. Там что-то они грейдеры. Все. А как? А вот говорит, кто нуждался. Я знаю, они добрые механики. Но нет, средств нет. Ну. Я поговорил с ними. Они там. Это так мне Игорь рассказывает. Ну они бы сделали. Тоже. Самостоятельная организация. Я говорит, помог им. Помог, они ему обязаны. Сейчас в любой момент, говорит. Я им даю заработать. Пожалуйста, отвозите пшеницу, свеклу. Прямо везут ее. Там где она? Я не знаю сейчас, где у них сахарный-то завод. Какое-то слово там. Чуть не Чернобыль. Черницкая. А? Знаешь где? Черемная. Черемная. Вот туда. И вот он им помог. Вот эти самосвалы приходят, когда нам песок раздружают. Они совершенно самостоятельные. Но они знают, какой долг перед Евгением. А он веселый, всегда доволен. Вот так надо помогать, как Иоанн Кронштадтский. Не просто милостыню дал и отойди. А построить предприятие. Научить. И пусть работает. Тогда как-то при советской власти заботились. Артель инвалидов была. Куражку снимешь, а там написано артель инвалидов. Я не понимал, как это. А они слепые сидели и шили. Я разговаривал с Волчатиком или Голчатиком. Иван Андреевич был. Он молился очень много. Сейчас умер. Дядя Гоша. Вот начнешь о чем говорить-то. И все это в деревне. А в городе никому ты не нужен. И все это глядят где-то. Ну все чужое. А тут куда идти? Вот через дорогу перешел. Брат живет. Наискосок маленько. Сестра живет рядом. Маленько проехал тут батюшка. Свой огород. Свой пруд. Пруды есть. Мы наняли технику. Выкопали пруд. Где? Ну он был когда-то там. Маленький пруд. Прямо в лесу. Там красота. Не опишешь. Полностью стоят березки. Как свечки горят. Повернуть осинки. То есть ты творишь. Сами поднимаем пруды. Строим дороги. Все. В городе я ничего не могу сделать. Ничего. Там все. Пенсия. Я даже не знаю. Вот уехал. Четыре месяца пенсии не получаю. И даже не вспоминаю о ней. Хотя и пенсия-то 6523 рубля. Вот как. Езжать и в деревню. Но надо чтобы люди верующие были. Не пили. Не баловались. Не матерились. Жить по-христиански. Это великое наслаждение. Вот на нас выходят мусульмане. Вот. Настоящие христиане встретили. Они не говорят, что мы чурки. Вот какой. И главное. Леша пошел. Ни одного матерка нету. А вот эта девушка в голубом платке. Такая же она хорошая. Это Анфиса стояла и провожали. Я говорю. Гости из Киргизии уезжают. Из Киргизии. От нас. Вот настоящие христиане. Они оценили это. По одному ролику увидели. А когда мы с ними рядом живем. У нас вообще. Хотя нужно сказать на Алтае вообще. Меж. Ну это такое слово. Не наше. Ну разная вера у людей. Нет. Ни вражды. Ничего нет. У нас хорошее отношение с мусульманами. Со всеми сектантами. Ну с католиками. Это уж Господь так делает. Алтай это очень мирное. Нет энцефалитного клеща. А везде клеща. Клещи есть. Комаров много. Малярийных нету. Змеи ядовитых раньше были. Сейчас ни одной змеи никто не знает. Уже лет пятьдесят наверное. Нету. А так считаешь там на юге. Там у них кобры. Перечисляют змеи. Ни одной. Нету. Львы разные. У нас где-то зимой волк появится. Раньше волки прям заходили в деревню. Тут скотину драли. Сейчас ничего этого нету. Нету. В реке никакой хищной рыбы. Ни пираньи. Ни акулы. Ни мещеносец. Считаешь где. Ну в южных странах то. И везде опасность. У нас опасности никакой нет. Вот вышел. Сейчас вот здесь. Ложись. Спи. Никому ты не нужен. От комаров только закройся. Благодатная земля. Текущая молоком и медом. Молока полно. А пчелы мед несут. Даже дикие. Одичавшие пчелы. Вот целый рой у Любы. Под полом залетели. Поставили. Сейчас у нас на Самарном уже. Какой год. Залетает пчелы. Сейчас идут они туда. Пчелы там нет. Да. Вот пожалуйста. Я тут проговорил. Они в первых меня уже делают. Сейчас догонять мне надо их. А их разве догонишь? Смотрите. Не пропустите как обедать-то идти. 25 минут еще. Ну ладно. Все. Все да? Да. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо.